Прошу вас. Уважаемые коллеги, позволю начать себе с небольшой исторической справки. До конца XIX века хирургия была достаточно публичным занятием, о чем свидетельствуют живописные полотна того времени или вот такие сохранившиеся до наших дней операционные театры. Однако в конце XIX века с открытием асептики-антисептики хирургия закрылась, изолировалась от внешнего мира. И появление возможности видеофиксации в операционной позволяет вернуть хирургии, частично вернуть эту утраченную публичность и за счет этого поднять на качественно новый уровень решения целого ряда актуальных для хирургии задач. И в частности обучение хирургов, обучающиеся получают доступ к записям операций, на которых не могут присутствовать лично. Появляется возможность пересмотра аналогичных вмешательств в процессе подготовки к редкой операции, а также возможность структурированной обратной связи от коллег и наставников. Следующая задача – это повышение эффективности, качества и безопасности хирургической помощи. И здесь возможен анализ причин низкой эффективности хирургической деятельности, анализ причин неблагоприятных клинических исходов, поскольку до истинных причин можно докопаться только в процессе просмотра хирургического видео, а также распространение лучших практик. При условии универсальной архитектуры данных, целостности данных, мультимодальности данных, включающих метаданные, появляются совершенно уникальные возможности для проведения научных исследований и собственно тела моего доклада для разработки программных продуктов на основе искусственного интеллекта. Каковы же цели анализа хирургического видео как основного источника цифрового контента в операционной с применением искусственного интеллекта на сегодняшний день? Это создание структурированных видеоархивов, определение анатомических ориентиров и критериев безопасности хирургических вмешательств, анализ сложности и прогнозирования продолжительности операций, а также выявление интероперационных ошибок и осложнений, обучение хирургов и автоматизированная оценка хирургических навыков. Примечательно, что у нашей страны был шанс стать первой страной в мире, которая внедрила бы обязательную видеофиксацию операционной. В 2018 году была осуществлена попытка внести соответствующую поправку в 323-й закон, однако одна не увенчалась успехом. И в итоге первой страной в мире, которая внедрила обязательную видеофиксацию операционной, стала Южная Корея. Ровно год назад были опубликованы результаты, консенсусные рекомендации американского общества желудочно-кишечных и эндоскопических хирургов, СЭЙЧ, по использованию структуре исследований хирургических видеоданных, как раз-таки для исследований в области искусственного интеллекта, улучшения качества лечения хирургического образования. И в результате опроса экспертов этой организации подавляющее большинство заявило, что полностью согласны или полностью согласны с тем, что должны записываться все хирургические процедуры. В 2021 году прошла первая глобальная конференция по этическим, правовым и социальным последствиям обязательной видеозаписи в операционной, на которой были рассмотрены 7 вопросов. Это медико-правовые вопросы, группа вопросов, разрыв между ожиданиями пациентов и хирургическими реалиями, собственность на хирургическое видео, конфиденциальность, влияние на хирургическую бригаду, обязанности больниц, возникающие в связи с этим, и социальная справедливость. Таким образом, на сегодняшний день уже вопрос в мире не стоит так, что нужна ли обязательно видеофиксация или не нужна, а вопрос ставится таким образом, чтобы учесть основные интересы основных стейкхолдеров от видеофиксации операционной, в числе которых пациенты, хирурги и исследователи, научные сообщества, клиники, медтехкомпании, страховые компании и государственные организации. Пожалуй, наиболее полна перечень вопросов, которые подлежат рассмотрению в процессе внедрения обязательной видеофиксации операционной, эти вопросы наиболее полно изложены в белой книге, которая опубликована в январе 2024 года в журнале Artificial Intelligence Surgery. Там выделено 9 групп вопросов, которые представлены на данном слайде, и я позволю себе остановиться на 5 из них в применении к нашей российской реальности, а именно на статусе хирургического видео, собственности на хирургическое видео, инфраструктуре для видеофиксации эндоскопических и открытых операций, на стоимости хранения хирургического видео и на возбуждение дел о врачебной халатности. И прежде всего о статусе. Здесь я хочу процитировать 526-й Н приказ Министерства здравоохранения, который регламентирует правила проведения рентгенологических исследований. В частности, пункт 3 гласит, что рентгенологические исследования включают в себя следующие виды исследований. И далее перечисляются вот эти исследования, и в том числе туда, в этот список попадают интервенционные вмешательства под рентгенологическим контролем, под контролем рентгеновской компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Также в этом приказе оговорено следующее, что направление и протокол с прилагаемыми к нему изображениями приобщаются к медицинской документации пациента. И срок хранения изображений, полученных при проведении рентгенологического исследования, составляет 2 года при отсутствии патологии, 5 лет для изображений, отображающих патологические изменения. Таким образом, уже существует прецедент хранения изображений хирургических, ну, хирургических вмешательств под рентгенологическим контролем, и теоретически ничто не мешает распространить вот эту практику и на прочие хирургические вмешательства. Ну, естественно, с какими-то поправками. Далее. Интеллектуальная собственность в медицине. В соответствии с Гражданским кодексом база данных может являться объектом авторского права. В базе данных, как в объекте авторского права, должно присутствовать творческое начало. Далее. К служебным результатам интеллектуальной деятельности относятся объекты авторского права, созданные в пределах установленных трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя. Исключительное право на такие результаты интеллектуальной собственности принадлежит тому самому работодателю. И регистрация базы данных в Роспатенте служит целью фиксации принадлежности исключительного права и, соответственно, ширяет возможности использования, в том числе коммерческого. И на сегодняшний день уже есть прецеденты, когда медицинские организации публично предлагают базы обезличенных медицинских данных, вот как раз для целей, ну, в частности, для МИТЕХа. Следующий вопрос, который, как правило, встает при параллельно и в связке с обязательной видеофиксацией операционных, это стоимость хранения хирургического видео. Ну, приведу несколько цифр. Один час видеозаписи одного источника Full HD занимает 4,5 гигабайт. В среднем, по нашему опыту, при эндоскопических операциях наших цифровых операционных записывается 4-5 источников на операцию. То есть это где-то 2,02 терабайта на операцию. И вот, скажем так, в нашей клинике-партнёре, в клинической больнице святого святителя Луки в Санкт-Петербурге за 2,5 года заполненность хранилища на 500 терабайт. Ну вот, исходя из стоимости, собственно, хранилища 100 терабайт, где-то 300 тысяч рублей, это 1,5 миллиона рублей. Ну и в облаке, в частности в Яндекс-облаке, хранить дороже. Далее. Следующий вопрос, касающийся инфраструктуры, это видеозапись открытых вмешательств, где запись хирургического видео и съёмка хирургического видео не являются неотъемлемой частью хирургического вмешательства, а лишь побочным продуктом. И здесь нужно констатировать, что имеющиеся решения, они неоптимальны. В частности, камеры, которые встроены в хирургические светильники, если они имеются, то часто снимают колпаки хирургов, налобные камеры, они дороги, неудобны и требуют определённых навыков съёмки. Эндоскопическая камера на штативе требует использования эндоскопической стойки. Здесь в этой связи хочется процитировать недавнюю публикацию в журнале «Анало грудной хирургии», то, что важнейшим условием для создания хирургического видео является обеспечение заинтересованности всей хирургической бригады. И даже если для целей съёмки хирургического видео и видеофиксации применяются такие изощрённые технические решения, в том числе на основе искусственного интеллекта, как представлено на данном слайде, это всё равно активный процесс. Как мы видим себе решение этой проблемы? Это использование камер с креплением на кронштейне, на потолочном кронштейне, либо на мобильном кронштейне, а также использование камер с креплением на штативе к операционному столу. Далее, последний вопрос, который бы хотелось бы мне рассмотреть, последний, но не по значению, это уголовные дела против хирургов и вообще, в принципе, врачебные ошибки в хирургии. По опыту общения с адвокатами хирургических обществ, в частности, Российского общества хирургов, адвокаты отмечают, что видеофиксация является нейтральным инструментом. Данные, которые получены в результате её, могут быть использованы в результатах защиты и в результатах обвинения, но всегда в интересах системы, так как они позволяют установить истину. Если же мы говорим о врачебных ошибках, в которых нет состава преступления, то здесь преодолеть противодействие хирургического сообщества с нашей точки зрения может внедрение справедливой культуры безопасности, которая в своё время была внедрена в отраслях с высоким риском, таких как авиация, атомная энергетика, и которые понимают следующее. Справедливая культура безопасности помогает создать среду, в которой люди могут свободно сообщать об ошибках и помогать организации учиться на ошибках. Это контрастирует с культурой вины, где отдельных людей увольняют, штрафуют или иным образом наказывают за совершение ошибки, но где коренные причины, ведущие к ошибке, не расследуются и не устраняются. Таким образом, подытоживая свой доклад, я хотел бы сказать, что успех внедрения рутинной видеофиксации или обязательной видеофиксации в операционной с целью создания и применения программного обеспечения на основе искусственного интеллекта базируется на трёх составляющих. Во-первых, это требует разработки и внедрения единых стандартов видеофиксации. Затем создание необходимой инфраструктуры для хранения и в том числе для видеозаписи открытых операций. И третье, это внедрение справедливой культуры безопасности в хирургии, позволяющей перейти от реактивного управления риска к проактивному. Спасибо за внимание.